С лунными посиделками, но похоже самым сильным объединяющим началом стал мяч и зелёное поле. Итак, сегодняшний разговор о футбольной команде звёзд эстрады Старко. С лунными посиделками, но похоже самым сильным объединением. Не судите, не торопитесь осуждать. Не торопитесь осуждать людей, которые десятилетиями приносили вам радость на основе только чьей-то злой воли. Сразу втаптывайте их в грязь. Нельзя, чтобы мы утратили нормальное человеческое отношение к звезде. Основная цель жизни которой всё равно была ваша радость и ваше счастье. Не буду очень долго говорить. Действительно, человек заслуживает того, чтобы просто преклониться перед ним. И читать что-то, и особенно видеть лица, которые улыбаются над этим больно, по-настоящему больно. Мы действительно собрались здесь по этому, вот в этом клубе. Я рад, что Ваня смог вот эту идею воплотить и взять... Я хотел бы, чтобы все люди, которые каким-то образом любят его, и каким-то образом жизнь его была связана с песней Джексона... У меня, например, прошло всё детство. А хотел бы, чтобы что-то сделали, что-то сделали... Что-то сделали примерно какую-нибудь маленькую часть того, что сделал он для нас, для всех. Для мира, для детей, для всего. Очень хотел бы, чтобы это видели американцы тоже. Майкл Джексон, мне его жалеть? Почему? Я его люблю. Жалеть я его не буду. Он гораздо богаче меня и духовно, и материально. Потому что на нём висит энергетика всего мира. Она мне только нашей страны. Я его не жалею. Я знаю, что в этой ситуации он выйдет, обязательно выйдет. Что такое Майкл Джексон? Конечно, выйдет. Он победит. Если нет... Значит, на самом деле он нас обманывал. Значит, на самом деле мы любили не того человека. Я не верю в то, что Майкл Джексон плохой. И мне всё равно, увидит это в Америке или не увидит. Я отвечаю только за себя. Во всём мире так мало добрых, хороших сказок, так мало настоящих легенд, так мало за что зацепиться человеку, тому, кому хочется просто зацепиться за любую сказку и с ней вместе жить. И то разочарование, которое постигает человека, отримавшего легенду, оно иногда не стоит, как мне кажется, того, чтобы эту легенду хоронить. Давайте всё-таки пока для себя решим, что Майкл Джексон, это Майкл Джексон, и его музыка, то, что он сделал, уже вошло в историю. А мы с вами ещё. Это спорт. Слово рождение. Страшно тебя люблю, как одного из моих лучших друзей. Так, что бы тебе ещё сказать, поздравить. А я напишу какой-нибудь дуэт ещё с тобой, новый. Счастья. Такая книга с переплётом, в которой больше трёхсот стихов, посвящённых мне. Это было интересно. Я пробовал писать песни, потом подумал, ну почему же я сам про себя буду писать. А с Аркашей мы записали прекрасную песню «Туман». И общались. Я дал ему, говорю, попробуем, может быть, у тебя что-то получится. Вот. У него получилась песня. А я с ним начинаю. То есть, можно вообще сказать, что эту песню, текст этой песни написала абсолютно безымянная даже для тебя женщина? Женщина, да. Она не назвалась даже. Мы порой фразу одну писали часов в восемь, буквально сказать было три слова. Был новатор. Он слушал очень молодую музыку, хорошую музыку, у него хороший вкус. Я думаю, что танцевальную музыку начал он. Попутно ещё одна из его идей была начать проводение концертов стоячих. Мы впервые Лисовский, Серёжа, Чернавский замутили в Лужниках стоячие концерты. То есть, когда публика стояла, это было запрещено быть её. По-моему, будет очень хорошо. Она сыграла какую-то такую маленькую мини-роль. Вот. Это будет новый романс. Вот он выйдет на этой неделе. Я думаю, что вы увидите первый этот клип. Клипа сочувствовали, и я в качестве подарка на день рождения Володи преподнёс ему заветные корочки, выкупленные обозом у поклонников. Дело в том, что телевидение же всесильное. И когда ты один раз ненароком бросил, что хоть и будет какая-то трагедия, вышли люди на обоз, как и обещали. Я хочу тебе подарить твои права, потерянные тобой полгода назад. И вышел человек, не могу сказать, что он подарил нам, но это уже не важно. Это подарок? Тебе? В любом случае, это подарок. Это крайне приятно. То есть, это такой сюрприз. Но прошёл год, и история повторилась. Знаете, уже стала традиция, большой традицией. У меня крастили, мне терять мои права водительские. Если кто-то имеет их, пожалуйста, вышлите по почте с конвертиком. Или отдайте, пожалуйста, его программе Музабос. Конкретно, Ване Демидову. В следующий раз, в третий раз, когда я потеряю, я тоже заявлю, и буду очень рад, так сказать, получить их назад, в третий раз. Спасибо тому человеку, который у меня их украл, громадное. Я буду ждать. кто-то не знает друг друга, но я хотел бы, чтобы вас все познакомились, потому что надо держаться вместе. с любовью к вам Владимир Пресняков.